Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября 2019 года. Показываю очень интересный сорт промышленного назначения. Сорт Red John Prince. Очень товарный, очень перспективный. Занимает широкие посадки в промышленных садах на нынешнее время. Сорт очень урожайный. Требует нормировки урожая. Потому что очень сильно грузится на дереве. Такие вот у него красивые плоды. Являются клоном известного сорта Джона Голд. Такие вот яблоки. Деревцо привито на подвоем 9. Деревцу 4 года. Несет вот такую загрузку урожаем. Отличную. Каждый год в принципе подоносит без периодичности. Сорт заслуживает широкого распространения и внимания. По моему мнению, сорт очень перспективный. Вот показываю загрузку 4-летнего дерева на М9 подвое. Усото дерево 3,5 метра. Такие замечательные плоды. Срыв плодов будем проводить конец сентября. Начало октября. В зависимости от того, как окрасится данное яблоко. То есть на него уже на нынешнее время очень хороший румянец. Румянец с почти по всему плоду можно видеть. Очень хорошо окрашивается. Сейчас покажу пару деревьев. Подлинного сорта. Очень хорошо хранятся в холодильниках и в обычных условиях подвальных. То есть без потери качества. Сорт очень сочный. Очень вкусный. С приятным ароматом. В обычных условиях подвальных хранится до весны. Вообще без потери качества, без проблем. Вот можно видеть, как он несет нагрузку. Сейчас вот покажу посаженные яблони на этом подвое. Как они выглядят. Такая вот загрузочка идет. Яблонькам 4 года. Можно видеть полностью залепленные этими яблоками. Очень урожайный сорт. Воды среднего размера. При хорошей нагрузке. Грамм под 200. Может быть больше. Я нарву. Повожу на хранение. Потом на весах. Такое вот яблоко. На веса положу. Посмотрим. Продегустируем уже. При хранении это яблоко. Этот сорт. Сегодня у нас 6 февраля 2020 года. Наконец-то выпал снежок. Правда выпал вообще мало его сантиметра. 3 наверное. То есть и передают морозы до минус 12 градусов. Показываю яблочко в хранении Red John Prince. Дорогие друзья. Поддержите пожалуйста это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться. И стимулирует меня на показ новых видео для вас. Давайте посмотрим вес данного сорта. Сорт уже зарекомендовал себя на территории Украины. 189 грамм. Его интенсивно выращивают в садах промышленных. Сорт очень вкусный. Товарный. Плодоносит без периодичности. Вот такие вот. Такой вес. 162 грамма. 170 грамм. Ну это деревья были с нагрузкой. Набирает отлично окрас свой. Вот такой вот вес. Давайте сейчас разрежем. Посмотрим какая мякоть. Какой вкус. Мы начинаем укушать где-то с декабря месяца. И хорошо он хранится до конца февраля. Может даже если холодные помещения. Хранится до середины апреля. Так, давайте разрежем. Такая мякоть у этого сорта. Так, а ну качки. Вот это яблочко вдоль. Яблоко очень душистое. Очень пахучее. Вот его нюхаешь. У него такой какой-то аромат дюшесный какой-то. Очень приятный, очень насыщенный. Давайте посмотрим, какая цвета мякоть. Мякоть цветом посмотрели. Какая. Сок. Сока много. Яблоко сейчас нетвердое. Видно, сок течет. Очень вкусно. Я советую этот сорт всем посадить в свой сад. Он вам понравится тысяча процентов. Будет радовать каждый год прекрасным урожаем и вкусными плодами. Давайте продегустируем сейчас. Обалдеть. Вкус вообще бомба. Насыщенный аромат. Очень душистое, очень пахучее яблоко. Нотки проскакивают дюшесовые какие-то. Возможно даже грушовые. Но это надо попробовать. То есть так передать вкус очень сложно по дегустации. Скажу, что очень сладкое. С легенькой кислиночкой. То есть оно не кислое. То есть присущая легенькая кислинка. Она придает именно такого аромата своеобразного этому яблоку. Сорт поистине отличный, вкусный. Особо не поражается болезнями. То есть требует, естественно, обработок. Но все требует обработок. Ну, не таких сильных, как, например, на яблоки Golden Dillash или R&S Marenco. То есть яблочко супер. Вот такой вот небольшой обзор по данному сорту. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.